Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Друзья, ну что можно сказать? Майкл Сейлор и Майкростратеджи снова закупили очередные практически 15 тысяч биткоинов по текущей цене. Еще вчера, когда цена была чуть выше, кстати говоря, многие могут сказать, что Майкла Сейлора побрили. Но он не из тех, кто торгует на фьючерсах, чтобы его побрили. Поэтому все сделано правильно на самом деле. И уже сейчас все его убыточные инвестиции стали достаточно прибыльными. Так что, ребята, Майкростратеджи может оказаться та компания, которая круче всех распределила свои активы. И будет самой прибыльной компанией в мире. Возможно и такое. Компания теперь удерживает 189 тысяч биткоинов в сумме на 8 миллиардов долларов, ребят, чтобы вы понимали. Сейлор молодец, я так считаю. Хоть и прошлое у него достаточно мутное, но сейчас он делает правильные вещи. Вот Ти Эналист, он же Аурелиан Охайон, постит свой теханализ, что буллран начинается сейчас. И приводит простое сравнение здесь. Посмотрите, биткоин корректировался на 77% в 2017. И сейчас, и вот она была, похожая структура. Правда, здесь мы делали перехай, здесь не делали. Но тем не менее, мы уже ушли ниже плинтуса, отскочили оттуда на зеленой стрелке. И сейчас мы снова, похоже, что выходим выше средних значений этого диапазона. Посмотрите. Короче говоря, буллран начинается. Поэтому в долгую, конечно, Майкл Сейлор прав. А чем же так хорош биткоин, спросите вы? И почему он может стать лучшим активом 2024 года? Об этом нам расскажет замечательная Наталья Брюнелл на интервью Fox Business. Мы перевели этот кусочек специально для вас. Давайте посмотрим. К нам присоединяется ведущая подкаста CoinStories Наталья Брюнелл. Наталья, позволь тебя спросить. Крипторынком сейчас управляет страх? А следующим, думаю, будет вопрос о том, сможет ли биткоин взлететь к Новому году. Думаю, что это просто здоровый откат. За последние три месяца биткоин вырос на 60%, увеличившись более чем на 150% за 2023 год. И я считаю, что биткоин вполне готов стать выдающимся активом в 2024 году. Мы увидим крупные притоки капитала в биткоин по причине неизбежного одобрения под биткоин ETF. Я говорю неизбежного, потому что за последние два месяца мы видели, как регуляторы и заявители, по сути, разгружают свои календари для того, чтобы просто сфокусироваться на встречах по биткоину. АSEC сейчас работает с более чем дюжиной компанией, чтобы отполировать тысячи страниц руководств и документов по раскрытию информации по этим заявкам. Так что, похоже, правительство и Уолл-Стрит сосредоточены на подготовке биткоина массам. А затем нас ждет халвинг в районе апреля, когда добыча биткоина сократится с 900 монет до 450 в день. Так что, Эшли, на 2024 год я смотрю очень по-обычьи. О, да, я слышу это в твоем голосе. Spot Bitcoin ETF. Станет ли это знаковым моментом, на твой взгляд, в данном секторе? Да, я согласна с тем, что недавно сказал Майкл Сейлор. ETF стал крупнейшим событием на Уолл-Стрит за последние 30 лет с момента рождения ETF S&P 500. На самом деле, я только что говорила об этом в своем шоу на этой неделе. Корпорация State Street ввела индекс SPY в 1993 году, а за 30 лет он стал самой крупной ликвидной и наиболее активной торгуемой ценной бумагой в мире средним объемом торгов более 30 миллиардов долларов в день и активами под управлением на сумму более 490 миллиардов долларов. И это всего лишь SPY. Сегодня существует 16 ETF, отслеживающих S&P 500, совокупной рыночной стоимостью почти 1,3 триллиона долларов. И думаю, что это лишь скромный пример того, что может представлять собой Bitcoin ETF, потому что впервые в истории у нас есть неподкупная цифровая глобальная доминирующая денежная сеть, основанная на правилах и жестко ограниченная в количестве. И вопрос будет не о том, есть ли у вас биткоин в портфеле, это будет вопрос о том, сколько. Я всегда думал, что самое большое преимущество в крипто, Натали, то, что крипто может быть вне правительства, вне регулирования. Но сейчас мне кажется, что для дальнейшего роста и расширения регулирования нужно немного больше, чтобы крипто процветало. На мой взгляд, истина посередине. Я думаю, это будет по душе и людям, но также в большем масштабе компаниям и правительствам. Основная функция биткоина – это средство сбережения, которое невозможно обесценить или манипулировать им. И оно закладывает основу для большего экономического расширения, чем любой другой актив. Но также это и превосходная технология, которая улучшит и любой бизнес, и любой банк, и любое правительство, и любую семью. Это придаст сил для выживающего в горах человека, который с головой заботится об индивидуальном суверенитете. Но также даст больше возможностей Apple и Amazon по созданию приложений, которые будут полезны миллиардам их клиентов. И это даст возможность банкам отправлять деньги со скоростью света с возможностью расчетов в выходные дни. И это даст таким городам, как Нью-Йорк, возможность поправить свою казну, чтобы они не тонули в долгах. И это даст возможность ребенку в развивающейся стране, страдающей от гиперинфляции. Так что я думаю, что это поможет каждому, кто идет навстречу биткоину. И это будет история нашего поколения. Натали, я уже себя чувствую вдохновленным, просто лишь слушая тебя, хочу побежать и закупиться крипто. Ты полна энтузиазма, а я, слушая тебя, абсолютно очарован. Не терпится уже увидеть, как это все отыграет в 2024-м. Натали, большое спасибо и благодарю за то, что была с нами. Здравствуйте в розыгрыше крипты, друзья. И мы, в свою очередь, если вы не в курсе, проводили криптогон замечательный 2 дня назад, как раз на пробитии 100 тысяч. У нас был в гостях Тонвейс, Рэмбо, Эмэс. На этом криптогоне мы уже разыграли 3 призовых места. Вот, в общем, здесь вы можете посмотреть по тайм-кодам. Первый, второй, третий победитель. С нами связались уже двое. Третий пока молчит. Вот двоим мы уже отправили транзакции. Мы разыгрываем по миллиону Сатоши в вашей любимой криптовалюте. Вот человечек получил 431 тезер вчера по курсу. И другой товарищ по имени 3DGamer получил 18 тысяч рейвенов. 18 500 рейвенов. Так что, ребята, пожалуйста, продолжайте активно лайкать, жать на колокольчик. Подписываться к нам в Телеграм обязательно, потому что у нас там много-много-много всякой интересной движухи происходит. Большое вам за это спасибо. И криптокомманс вперед. Да, и подписывайтесь, кстати, на наш Бастион. Мы только-только создали Бастион. Ссылка на него тоже есть в описании. Переходите, пожалуйста, по ней. Вот так он выглядит с синей галочкой. Не смотрите, что мало видео народа. Мы только-только запустились. Поэтому переходите, подписывайтесь обязательно. Потому что YouTube в России, ну, я буду удивлен, если не закроют, если честно. Могут заблокировать, как мы уже поняли, из примера, ряда других стран. Так что на всякий случай надо иметь альтернативу. Ладно, минутка самой рекламы закончилась. Переходим к биткоину. Смотрите, TRDR снова, как часы, отсигналил на часовике продажи. Я вчера об этом писал у нас в Telegram-чате. И на 4-х часовике тоже они закрепились. Обратите внимание. TRDR, кто не в курсе, это замечательный скринер, который подсасывает инфу со стаканов всех крупных бирж. То есть это не шаровой индикатор, как на TradingQ, а он реально показывает плотность в стаканах, которые, как вы можете видеть, сдерживают цену практически идеально. Практически идеально. Вот из этих всех сигналов только вот этот один был ложный, и то он сдержал цену какое-то время. Вот. И сейчас, соответственно, что мы можем говорить, что это не точно шорт прям, но это как минимум не пробитие вот этого уровня, 44 тысяч, потому что по сумме стаканов со всех сплотовых бирж, Binance, Bitfinex, Buybit, Cracking, Hobby, OXX, все тут учитываются, крупные биржи. Ни хрена нам сейчас не легче лететь даже на 46, чем упасть на 39, посмотрите. Поэтому я думаю, что мы будем тут еще стоять, попадаем, может быть, вниз канала сходим, даже думаю, что его, может быть, пробьем. И вот потом только тузамун по биткоину. И то, может быть, не сразу, а более плавный, как он обычно пробивает. Это лично мое мнение, мои 5 копеек. TRDR, кстати, стоит 300 долларов всего в год. Вы можете оплатить его любой криптой по ссылке из описания. Крутите вниз, вот сюда, вот они индикаторы, все TRDR. И как его настроить, здесь есть тоже видео подробное. Обязательно обратите свое внимание. Candle Wave тоже, кстати, 15% скидка по нашей ссылке. Замечательная платформа. У них много новых фишек. Вот она тоже нам показывает на 4-часовом таймфрейме. Sell, соответственно. Но по ней у нас тренд зеленый. По ней также здесь сложнее пробить 46, чем упасть на 38. Скажем, ну, на 40 как минимум здесь. Вот вы видите плотность заявок, да? Вы можете еще вот так ее настраивать. Больше, сильнее плотность делать, меньше. Но в целом, в целом, это говорит только за локальную коррекцию, а не за глобальную. Еще раз вам повторю. И альткоины многие, что мы видим? Альткоины многие чувствуют себя хорошо. Мы входим в альтсезон. И вот у меня все еще позицию по дэшу в плюсе, как я вам и говорил. Ну, кстати говоря, вот я часть здесь разгрузил. И он пошел вниз в моменте. По Ethereum Classic у меня тоже позиция сегодня вышла в плюс. Он пошел двигаться наверх. Вот. Так что, в принципе, торговать эту волатильность можно. И очень даже... Очень даже неплохо и прибыльно, если вы соблюдаете риск-менеджмент и торгуете с холодной головой. Я лично торгую на биржах PyBit. Ссылки на которые тоже найдете в описании. На Мекси открыл инверс-лонги по стеллару и атому. Вчера был, кстати, в хорошем плюсе по атому. Сейчас немножко откатил. Не забрал там ничего, потому что я, признаюсь вам честно, я вчера чем-то траванулся. И сплю сейчас практически большую часть суток. Лежу и сплю. Вот поэтому не стримлю, собственно, делаю вам видео. Но уже лучше. Уже гораздо лучше. Завтра думаю, что... Да, кстати, завтра думаю, что мы выйдем в стрим и будем продолжать. Объявлять победителей, разыгрывать случайным образом призовые места и объявлять победителей. Так что обязательно будьте с нами. По атому думаю, что сильно ниже мы вот этого дела всего не упадем. Вот. Но и ликвидация у меня, кстати, близко сейчас стоит 9.7. Что-то вчера я на другой сценарий рассчитывал. В общем, буду сейчас менеджерить свою позицию по атому. В целом думаю, что он пойдет наверх. XLM тоже, соответственно, раз я держу лонг, понятно, да, что я думаю, что он пойдет наверх. Посмотрите, как он здесь плотненько... Посмотрите, как он здесь хорошо отпрыгнул. И я только что закрыл на экране рекламу. Там, собственно, вы можете получить всякие плюшки. Когда вы регистрируете по нашей ссылке и пополняете депозит, вы можете получить хорошие бонусные. На них торговать. Вот. Биржа Мекси, соответственно, биржа Байбит. На Байбите еще Лайткоин. У меня лонг тоже вышел в плюс наконец-то из флета. И я думаю, что Лайткоин, БТС, соответственно, Лайткоин, USD сейчас покажет просто мега взрыв. Ну, потому что уже давно пора. Вот. Также я торгую еще на Фемикси, на Кукойне иногда. В общем, вы найдете ссылки на все лучшие биржи в описании к этому видео. И также на обменник, на котором я меняю крипту. WebMyCash. Замечательный обменник. P2P обменник, где вы можете обменивать Сбербанк, Тинькофф, Альфу. Все, что вам надо на Эфир, Биткоин Кэш, Трон, USDT и так далее. Ну, и наоборот, соответственно, делать. Perfect Money также здесь. Все, короче, денежные системы, которые... Вот последние обмены, которые у них совершались. Кто-то Битки закупает, кстати. Вот. Короче, да, вы можете просто тупо закупать Битки на холодной кошельке, переходя по ссылке из описания на этот замечательный обменник. WebMyCash. И что еще я вам хочу сказать, ребята, по рынку. По Битку разобрались. Давайте взглянем Эфир. Спрашивали в чате в нашем криптокомменте. Спрашивали, а можно ли смотреть Эфир на TRD-ре. И я для себя с удивлением обнаружил, что можно. Посмотрите. Потому что раньше он сигналил мимо. Тут очень тонкая настройка. Посмотрите. Но все равно он не так хорошо сигналит, как Биткоин. Видите? Хотя в последнее время, да, вот на тех же самых настройках, которые у нас есть в описании видео, как настроить TRD-R 70-70-70. Посмотрите, он достаточно точно здесь сигналил дно. Вот здесь локальную вершину перед шортом. Видите? То есть локальные уровни он сигналил. Здесь по Эфиру, по нему пока здесь нет уровней на продажу. Вот я что хотел сказать. То есть по Эфиру вот такой фигни нет. Соответственно, мы и не падаем, как вы можете видеть. Так что я думаю, да, что сейчас время альткоинов расти к Биткоину и, соответственно, к доллару. А Биткоин тоже, я не думаю, что очень сильно упадет. Я думаю, что, ребята, мы отскочим. Отскочим вероятнее и скорее, чем многие думают. Каста, кстати, тоже начала хорошее движение наверх. Поздравляю всех инвесторов в Касту, кто с нами покупает ее. Кстати, и на Байбите, и на Мекси, и на Гейте. На всех биржах она есть. Посмотрите, после вот этих желтых точек и красных точек на Market Order Bubbles Каста развернулась с уверенностью, продемонстрировала, что это не ложный пробой. Скорее всего, отбилась от EMA Ribbon, как от поддержки, вот здесь вот трижды. И вот мы пошли наверх. И вот только сейчас появляются первые вот такие вот рыночные пузырьки, которые, скорее всего, сыграют вниз снова. Она найдет какую-то очередную поддержку на сетке, я думаю, и отобьется дальше. Поэтому Каста в долгу это супер-мега-тузамун, ребята. И, ну, как бы тут потенциал больше, чем на сотни иксов, чтобы вы понимали. Тем более, проект рабочий, очень многие уже ее стейкают, пользуются ей в Европе, как замечательным шлюзом между крипто и фиатом. Вот, если вы не в курсе, что это за проект, ну, зайдите на их сайт, почитайте, в конце концов. Casta.app, вот они переделали, был Casta.io. Здесь все вы можете найти, почитать, зарегистрироваться. Но работает она пока только в ряде стран, в основном в Европе, в части стран Латинской Америки. Так что, если вы из Европы, обязательно это сделайте. Вот, что я вам скажу, ребята. Вот, а всем, кто писал, что Карл покинул проект, и что это скам, вот, пожалуйста, Карл вчера сделал твит, что это лучшее приложение для сваппинга крипто и использования iBan номеров. Casta – это одна из немногих крипто-компаний, которая дает вам создать iBan номер, то есть международный банковский номер. По факту, просто банковский счет у себя в приложухе. Так что, это очень-очень круто, ребята, и я думаю, что все будет хорошо и с кастой, и с другими альткоинами. Опять же, посмотрите, Stock Money Lizards приводит вот такой теханализ, где у нас выход из треугольника сопровождается невероятным параболическим движением. И вот сейчас, похоже, что мы снова с вами, ребята, где-то на этой стадии, на стадии такого тузамуна, что вообще все охренеют. То есть, все, что мы сейчас там фиксируем с вами прибыль, это все окажется прямой линией внизу графика, потому что так оно всегда и происходит, друзья. А у меня на этом все. Спасибо большое, что смотрите. Ставьте лайки, стопы, теки, подписки, комментарии, колокольчики. Всем профитролей и до следующей встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok